На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Чемпионат Беларуси по мини-футболу вошел в решающую стадию. Сегодня Ворши, местный Витен и Гомельская БЧ начали борьбу за бронзу. Эта серия продлится до двух побед одной из команд. Главная баталия плей-офф стартует завтра в Гомеле. ВРЗ принимает у себя столицу. Первая игра финала пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив» начала в 17.00. В нынешнем сезоне противостояние финалистов насчитывает два поединка. Статистика в пользу столичной команды. В первом круге минчане одарили вагоностроителей на их поле 3-1, а во втором дома сыграли в ничью 5-5. В сезоне 2016-2017 соперники также сошли с финальной серии до трех побед. Тогда сильнее была столица. Между тем, чемпионат страны по мини-футболу может лишиться одной из самых титулованных и ярких команд – Литсельмаша. Как сообщают официальные страницы команды в соцсетях, новое руководство управляющей компанией холдинга Литсельмаш отказалось от финансирования клуба. Теперь судьба четырехкратного чемпиона Беларуси находится в руках местных и областных властей. В нынешнем сезоне команда выиграла Кубок Беларуси и стала пятой в чемпионате. В Гомеле сегодня начались открытые областные соревнования по спортивной акробатике. Они посвящены памяти заслуженного тренера Беларуси Александра Гинзбурга. Гомельская «Сдюшор» номер 4 проводит этот турнир более четверти века. Александр Гинзбург – основатель спортивной акробатики в Гомельской области. Он подготовил свыше 30 мастеров спорта. Сейчас уже его воспитанники готовят спортсменов для сборной Беларуси. В этом году участие в мемориале Гинзбурга принимают акробаты из Беларуси, России, Украины и Молдовы. Возраст спортсменов 16 лет и моложе. В Гомельской «Сдюшор» номер 4 спортивной акробатикой занимается свыше 150 человек. Подвести итоги работы в прошедшем учебном году – одна из целей этого турнира. Для нас эти соревнования – это в основном для своей школы, для своего отделения акробатики. Мы хотели бы увидеть наших юных спортсменов, которые уже в будущем примут участие в чемпионате Республики Беларусь. Завершатся открытые областные соревнования по спортивной акробатике памяти Александра Гинзбурга в пятницу 7 июня. В Жлобине состоялось открытое первенство Гомельской области по велосипедному спорту на шоссе. Возраст спортсменов 16 лет и моложе. В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов из девяти городов Гомельской и Могилевской областей. Общекомандный зачет первенства выиграла команда «Речицы». На втором месте расположились спортсмены из Будокошелевского района на третьем – город Мозырь. По итогам этого старта скомплектована сборная команда Гомельской области для участия в республиканской спартакиаде школьников, которая пройдет в Могилеве с 12 по 16 июня. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин